Военно-техническая игра позволяет выявить сильнейшую команду в таких дисциплинах, как стрельба в тире, общая спортивная подготовка, а кроме того, знание истории. То, насколько качественно выступит команда, зависит от уровня подготовки и качества образования в образовательном учреждении, от имени которого выступает команда. Поэтому игра стала своеобразным подведением итогов. На территории школы Ростов команда выступает впервые. Это единственное отличие от соревнований прошлых лет. Раньше мы проводили на территории воинских частей. Там был этап еще борьба с терроризмом, стрелковый, лыжный. Но с учетом погодных условий и с учетом специфики нашей школы, мы все-таки решили показать большую составляющую именно автомобильную. И ребята познакомятся сегодня с нашими классами. В этом году игра состояла из семи этапов. Разборка-сборка оружия, оказание помощи пострадавшему, стрелковый тир, силовые упражнения, историческая викторина, автотренажер и знание правил дорожного движения. Самым сложным этапом практически для всех участников оказался автотренажер. Ребята собирали столбы на обочине, постоянно выезжали на полосу встречного движения, а многие так и не смогли даже тронуться с места. Эти автотренажеры в школе Ростов уже около года. Они полностью воссоздают обстановку на дороге. Даже руль трясется, когда едешь по пересеченной местности. Каждый, кто приходит к нам обучаться, начинает обучение, он проходит шестичасовую подготовку на тренажерах. Это очень интересно, это познавательно, ну и это полезно. И мы уже хотели бы сделать дополнительную какую-то рекламу, рассказать ребятам даже старших классов и дать им возможность попробовать свои навыки. Еще один этап, на котором многие команды потеряли время – сборка-разборка автомата Калашникова. Некоторые студенты проходили военный курс и умеют обращаться с автоматом, а вот школьники держали оружие в руках впервые. Лучшее время разборки – 23 секунды. Проигравший потратил целых две минуты. По армейским нормативам солдат должен уметь разбирать автомат за 15 секунд. В стрельбе хороший результат показали не все участники. Выделились также только самые подготовленные. В итоге в военно-технической игре «Патриот-2011» лучший результат показали студенты Одинцовского гуманитарного института. Второе место заняла команда школы Ростов. Завоевать первое место им не помогли даже родные стены. Команда Одинцовского клуба спасателей «Имерком» получила третье место в соревновании. Георгий Алушев, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.